противостояние интернета и телевидения ну исходя из массы дяди миша я думаю если он по нему попадет по тарасову на это может закончиться подраться даже до этого дрался в попом а тут уже вышел на персональную арену джордж сам первый сыграй мне дал согласие искал данного набирая готов fight nights в челябинске вообще возможен может это был бы какой-то совместный турнир с лигой angel вас приветствует первый мм и блогер южного урала а также все папа мм и а ныне и проф мм и российский fighter максим пантелеев мой соведущий симбагаев резван профессиональный боец мм и вице-президент лиги angel мой второй пилот и наши гости небезызвестная на youtube пространстве личность боец смешанных единоборств сам бист чемпион мира в категории мастеров максим новоселов инструктор бойцовского клуба шатун и руководитель общероссийского спортивного движения сильная россия по уральскому федеральному округу ренат хамитов ренат не могли бы вы рассказать какие основные цели и задачи вашего спортивного движения и непосредственно чем занимаетесь на данный момент может какие то есть проекты ну движение у нас если вкратце в двух словах чтобы растягивать это именно касаемо молодежи чтобы росло сильное поколение и правильно направлено то есть с чувством патриотизма своей родине вот но проекты соответственно не рядом с молодежи то есть поддерживаем юношеский спорт но больше всего дети вот потому что у нас как бы не буду затрагивать государство как бы свое направление чем можем и помогаем именно растите с юношей молодежь и чтобы они уже стали мужчинами достойными организация каких-то мероприятий может занимайтесь ожидается что-то в будущем есть какие-то анонс но сейчас пошла в область по кикбоксингу мою поддержку оказывали в основном бокс направление рукопашный бой армейский и кикбоксинг то есть вот эти боевые дисциплины мы как бы даем поддержку хорошо я думаю сейчас этот вопрос стоит остро до развития популяризации именно спорта в челябинской области у нас на урале также у нас сейчас наш гость максим он готовится к своему предстоящему бою анонсированном бой на 20 февраля федерации бокса против папы дениса вельданова известного максим расскажите как проходит подготовка и кто в этой подготовке принимают участие и где соответственно тренируете сейчас но в принципе ничего не поменялось системе подготовки то есть я уже на протяжении там порядка там 20 лет в одном темпе тренируюсь то есть что-то уже менять своей тактике ну как-то уже поздно я уже возрастной спортсмен что-то новое не придумаешь да и уже поздно вот как бы больше конечно акцентируясь удары руками вдыхалка то есть мой конек это все равно я вышел из борьбы борьба мне больше нравится также ногами стараюсь больше работать на этой мм а здесь как бы чем интересно почему людям которые устраивают бой заинтересовало то что все вот эти мои преимущества они выключены в этом бою то есть я часто скажу на руках я короче уравниваете шансы шансы до дениса уже там скажем на протяжении года уже как-то выступает в таких промоушенах битва на кулаках там различные боксерские такие поединки ну и плюс у него весовая конечно большая сейчас идет на серии из двух побед именно на головах кулаках тоже да можно сказать бокс первый бой выиграл макса топора второй был он проголос василием комодским пельменем мне по моему больше будет боев больше то есть различных промоушен я не считаю сейчас битву за хайп а ну да я именно на кулаках что ну кулаке то силам бокс можно сказать просто на голых кулаках кто был вообще инициатором проведения данного поединка ну вообще не безызвестный яков летов это канал торги вот он предложил эту идею давно уже она как-то летала летала вот федерация бокса россии подхватила канал рам тв подключился хренов это боксерский промоушен другой да и вот наверно в совокупности всех этих людей сейчас попробовать сделать то есть там как бы не только мой бой будет как бы если допустим как бы мы не профессиональные боксера ну и вообще мы не то что мы к боксерам вообще отношения не имеем вот это будет михаил кокляев артем тарасов вячеслав дацик будет какой-то там тайсон с датсиком участвовать не помню но чемпион африки по боксу мы якобы дижон наверно жена и будут чудинов и забыл фамижу лимба челем бы да вот такой хороший боксер мы раньше был по крайней мере вот мы уже но и будет еще картам из простых под тоже мало скажем так известных хайпа просто боксеры причем главный бой там вот все же даже я их не знаю я интересуюсь боями боксом у тебя даже не надо как раз таки тут интересная достаточно тема у нас даже рэнтв использовал такой термин как поп-бокс до первых вас уже смотрели получается что у нас профессиональный бокс сейчас продвигается за счет поп-боксы то есть когда у нас идет также противостояние интернета и телевидения что по этому поводу думать ну смотри видишь как сейчас заинтересовало то есть я считаю что виной всему карантин во время карантина вот этих всегда действий не было не было соревнований в принципе то есть они были запрещены интернет-трансляция то есть она пожалуйста поэтому как бы всплеск такой получился попом ммэй голые кулаки и т.д. и т.п. там да плюс плюс да плюс как бы всем этим ну как заведовали известные там люди в мире интернета так скажем вот и поэтому людей притянуло и как-то эту нишу сейчас заняли и чуть-чуть наверно потеснили профессиональные ммэй профессиональный бокс то есть но в россии по крайней мере то есть тут больше федерация бокса она старается привлечь внимание на завлечь людей через медиа персоны да скажу аудиторию включить дополнительно также мы говорили что на этом же турнире пройдет бой артема тарасова против михаила кокляева они так скажем устроили небольшую перепалку в инстаграме как говорит тарасов его вес 80 килограмм у кокляева вес порядка 130 мое мнение я думаю насколько кокляев тяжелее тарасова настолько тарасов его силен чем он технически тут знаешь как бы сейчас именно что на стороне артема это все таки опыт да несмотря на то что он там сейчас уже и блогер и там но еще боец да но он боец и у него большой опыт и кто бы чего бы не говорил да у него ну хорошие бои хороший самбист у него ну такой бойцовское прошлое да немножко настоящее михаил он физически очень сильный очень сильно сейчас много конечно прибавил в боксе вот ну нет опыта нет опыта есть опыт ну такой не очень желание да ну на его стороне она не знаю там рост вес конечно вот эти все факторы опять же бой покажет а сколько раундов они там был 444 раунда по три минуты а вот интересно по этому поводу думать вот касательно техники михаила именно в боксе я держал ему лапы эти скажу что у него неплохо ли сулова вес у меня и руки летает видошел прямо реально подошел у него большое желание он тренируется тренируется натаскивается касаемо боя ну тут почти не то что там я что боксе прогнозов нету потому что там любой удар в бороду и все закончится вот ну да тарас и скорее всего артема будет больше двигаться он будете пользу что он легче будет двигаться бегать 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 от мечты носить периодически удары ему миша на дистанцию удержать ну исходя из массы дядь миша я думаю если он по нему попадет по тарасову ну да на это может все закончится ну так и как по александру емелянику смог попасть по раз ну слушай тут емелянка по моему вообще к этому не готовился ну не знаю мне кажется наоборот готовился саши как бы знаешь он парень хайповый такой да он может как бы там не знаю там не знаю пить там не готовится отдыхать там романтика да но у него огромная база у него прям вообще ну у него талант у него база поэтому ну как бы навыки он в основном месяц 2 ну да это сам порядок бойцов у себя тренируется и в основном все равно ну у как я вот такая ошибка он слишком старается все мне кажется правильно делать аккуратнее но этого пиру вы было можно нажми он задирает очень сильно подбородок но вот как у многих так скажем за то качкой занимался да чуть такая скованность бьется но опять же достанет или до туда тарасов рады я сомневаюсь конечно ну кажется он был опыт решили там и сдаться как ожидались в принципе все то же самое по комплекте побольше по михаил повышенник я тебе скажу что до цвета такой взорной парень у него есть эффект неожиданности начал психиков дешево короче какой у вас вообще прогноз кто победит вот честно сейчас отношения то есть если раньше я допустим как бы был уверен не буду как бы оглашать уверен в победе одного человека то сейчас у меня есть сомнение короче будем топить за дядю Мишу а ты прогнозы не дашь прогнозы я думаю что дядя Миша выиграет даже если он будет пить просто по площадям если даже Артем закроется там я думаю масса зарешает и функционально я думаю что дядя Миша будет готов к этому бою но тем более четыре раунда поскольку у них там минуты по 3 по 3 минуты да ну то есть в плане на функционал я думаю оба вывезут потому что дядя Миша не устанет несмотря на свой вес короче интрига в этом обязательно поедем и будем смотреть в этом поединке определенные интрига присутствует так что интрига у Макса тоже присутствует я больше склоняюсь если честно к Тарасову я больше сторонник такой техники понимаешь но сейчас твой босс потому что в нашем деле у меня другие там боссы понимаешь я с другими людьми там разговариваю так бокс боксом но я думаю обязательно стоит углубиться в тематику именно мира ММА недавно у нас прошел турнир АМС Файт Найтс Магнитогорске 22 января насколько мне известно этот турнир мог еще состояться в июле прошлого года но по понятным нам в апреле даже с апреля да перенесли нам Юль и вот главный бой Макса с Маляковым да 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 я об этом как раз таки хотел бы сказать что хедлайнером того турнира должен был ваш бой быть Дмитрием с Маляковым и почему именно турнир-то состоялся в конечном итоге хоть и перенесся но ваш бой вообще куда-то пропал тут знаешь как скажем это по-простому да мы в Челябинске я в Челябинске Дмитрий Смаляков в Америку Слушай ну нет Дмитрий как бы уехал уже давно по-моему в Америку он там тренируется занялся там тоже он ведущий там каких-то профессионал свой да 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 неплохо причем мне нравится его творчество я наблюдаю как ну он должен мне кажется там состоится даже покруче чем боец вот ну и насколько я понимаю нет выезда просто и все поэтому ну то есть даже попытку ну и самое главное что мы были в Файт Найт сейчас уже новая лига мы с ней АМС да да мы с ней ничего не подписывали у нас нет никакого контракта то есть ну то что я должен был это Файт Найт а получается у вас был уже подписан у нас был контракт с Файт Найт подписан он закончился вот по июль месяц то есть вот последние когда были сроки проведения то есть ну по всем ясным причинам то есть ну ну ковид не дал провести бой все тут как бы ничьей вины нет кроме ковида ну да честно интересный бой я ждал а перспектива вообще к этого боя или вообще окончательно потухла ну не знаю если будет предложение то есть ну опять же сейчас Дмитрий находится в Америке не знаю насколько как бы все это сейчас разрешено въезд выезд то есть все зависит от вот наверное ограничений каких-то мы профессионалы дайте достойное предложение да 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 ключевое слово достойное да тут как бы знаешь любой промоушен может сделать предложение если ну сочтем интересным да то есть ну я уже все равно я же не претендую там на какие-то там титулы пояса там да не скажу что я там самый супер какой-то боец да плюс мне как бы тяжело подобрать пару поясу видишь кто бы что не говорил там ну как говорят вот соперник вы маленький найдите большого найдите где вы найдете 140 килограммового бойца который согласится драться там ну да в залах там много парней которые там знаешь говорят там 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 все будет выходить мне ну нужно же в плане медиа подобрать конечно конечно все знают да выйдет ну даже большой выйдет он парень там ничего не известно и никому не будет интересно не будет интересно хорошо давайте тогда обсудим прошедший турнир все-таки да который состоялся да первый раз в магнитогорске ну на прошел такой крупный турнир да так и как раз таки один твой подопечный там выступил это александр и ващин да стройка молодым да как оценивался уступление слушай но он красавчик вот в спальне 18 лет 18 лет у него там тел чемпион мира все юноши по панкрате он и там много титул понял он имея свой вес 78 килограмм бился в категории 84 а его оппонент гонял вес на место смотогорская его тоже знаю и несмотря на это он его в первом раме задушил просто заборол задушил прямо на характере у него именно так борьбой ну вот ребята тоже да знаете да и ваще не покупали вообще в троечке хороший ребят эти скажу вот мы там подписали галину и куполу подписали александр дворцова тоже ребята просто понимаешь вот у них глазах огонь вот я смотрю на них а вот когда мы первый турнир проводили они еще не были у нас команде подписаны они дрались против нашего чупонова чупону знаете да все тоже нашим русский местный и дворцов приехала ему удалили зуб у него тачка пухла температура 39 прям перед боем там за два часа я говорю я его снимаю они мне там все давай налетели там весь троиц кто пишу мы сюда драться приехали мы не хотим и вот представляешь они вот под свою ответственность там они вышли подрались и показали такой бой после этого мы решили что надо их подписывать теперь в команду вот это желание до бешеного вы все возможно было бы желание также в этот же вечер ахмед магомедов небезызвестным по крайней мере магнитогорский точно порадовал местную публику избиением бойца из камеруна что скажешь об этом выступление все-таки ахмед кажется достаточно редко добьется больше как тренер сейчас он дауна ребят идет но он тоже уже возрастной для своей категории 38 лет кстати он не побежден и по сегодняшний день 7 нож до 7 до 6 0 выходил на это было уже 7 на стопа макса идет у меня есть про идущий слушай но у тебя позиция была давай начнем с этого я была серьезная позиция более свое там время мол молодости скажем так и без дела успел побиться уже ночью по бою сказать но ахмедова да грамотно разобрал держал на дистанции потом в итоге в партере забил все сделал по классике на этом же турнире должен был побиться его брат магомед магомедов кобра как раз таки подопечный клуба фэром почему не состоялся его бой на этом турнире потому что местами поделился как оцениваете поединок куатов пантелеев ну давай начнем с первого полца насчет магомеда за 10 дней до боя его просто без объяснения причин сняли с турнира а много было весь там матч то вы не хотят увидеть потом какие-то спонсоры ему в итоге мы знаем что просто сняли я не знаю подробности но это не связано там с камиллом спать на этом местный терптом организатор кто проводил до поступили непрофессионально но вместо него на замену вышел максим пантелеев это как говорят наш там в таком-то весь этот с любым выскочить все соглашаются почему-то мы расскажите как подраться даже до этого дрался в папу мама тут уже вышел на персональную арену ну слушай я вообще по сути такой человек но практически в любую движуху готов вписаться но если вижу в этом перспективу для меня даже так скажу для маги хоть он там профессиональный боец уже достаточно с приличным рекордом для него на бой складом был большой шаг да ты представляешь для меня был бы какой шаг у меня вот эта мысль окрылило я даже не думал что будет в отрицательном моменте я больше думал о том что будет если у меня получится сделать что-то не так пошло что-то чуть-чуть меня эта мысль настолько окрепила за что я выйдет андердогом достаточно таким матерым бойцом я расслабился собрался на такую злую шутку и в определенный момент когда одна атака вторая вам промахивается вот я сейчас туда дам и да да удал и сам уж для тебя это как бы во первых опыт хороший да во вторых ну как бы знаешь сразу попасть на такого титулованного бойца отличный турнир такой да и как бы ну просто так вот да люди идут годами к этому да у тебя выдался шанс тем не менее проявил попробовал ну а дальше больше да я думаю обязательно что получится тем более с таким опытом в особенности он человек за кадром меня на этом мотивирует каждый раз делать какие-то решительные такие действия словом как-то он мне сказал уже большой вопрос ладно fight nights в челябинске вообще возможен может это был бы какой-то совместный турнир с лигой анжел хороший вопрос насколько в этом вообще интерес есть ну говорит там отрицательно нет тоже не буду все возможно так что посмотрим мне кажется на самом деле да как бы было бы интересно да потому что здесь много тоже хороших бойцов которые не уступят там звездам скажем так fight night много просто парней которые во первых знаешь как интерес зрителей то есть если это москва братья другие города там там уже наелись там уже эти чемпионаты проходят что-то постоянно а для челябинска да вот и как бы я думаю во первых и зрителям будет интересно активность спортсменов такая проявится просто вот суть в том что вот мы же на свой промоушен до этого мы тоже большие турниры мы одним проводили до шлеменко у нас дрался там артем халов чемпионы и как-то это особо не дало там большого результата потому что наши местных бойцов мало ставят на такие турниры я думаю с fight night будет такая же история там ну да там три бойца поставим четыре а вот мы проводим свой турнир анжел мы практически 90 процентов карта там кроме главных боев ставим наших ребят молодых там строят космиаса там блата устам не важен там челябинск и даем шанс как-то но себя реализовывать как спортсменов будущем до возможно когда какой-то уровень выйдем можно свалить на есть там провести там с кем-нибудь еще чтобы уже наших ребят которую с рекордами где-то заметили но на данный момент я думаю что в ближайшем год ну наверное все таки нет хотел ли бы ты видеть меня там вы часть войны и против кого давай сафона можно даже не хотел сказать ты молодежь и ты вообще просила открыл здесь не больше такого промоушена потому что я постоянно наблюдаю выходцы знаешь там с армейского рукопашного боя там с бокса кикбоксинга парни себя дальше не находят они все пытаются в минуте пишут а вот может там промоушен в москву за 10 куда-сюда ближайшем рациональным боев именно без шар долга тяжело играли как трамплин нормально создал мозг как бы свое уже состоялся действующие такой промоушен молодец что ты это все создал спасибо спасибо ну просто вот ну реально вот игорь викторович там много и финансов вложила и времени в м1 но не было кого-то продвижения сам там в м1 бился два боя провел но все равно я тебе скажу мы провели два да насколько я знаю два больших три и маленьких и это именно было же посещение турнира то есть люди смогли прийти туда эти эмоции я тебе скажу больше сейчас наше место ребята без известные там широкой публике только здесь челябинске на них больше приходит людей посмотреть и хотят попасть на турнир чем даже может некрасиво будет подчеркивать сани шлеменко но на него там проданы билет там около там не помню 500 билетов наше место ребята больше покупать мур билетов но все равно вечно надо было же какой-то дать толчок ему дали его через хедлайнеров а сейчас уже постепенно индустрия здесь приподнялась в челябинске уже есть какая-то база с которой можно проводить свой турнир мы будем пытаться до двигаться чтобы наши ребята челябинске тоже становились звездами более у нас вам какая поддержка есть у нас наш как город уже ну город то большой до больше миллиона населения ну плюс область плюс развита ну свое время была очень развита и борьба и бокс и тот же дзюдо у нас там олимпийские чемпионы есть и поэтому как бы база-то база великолепная просто как-то может быть упущен момент и вот может за счет каких-то ну скажем так соревнований привлекать людей не обязательно все чемпионами будут но хотя бы чтобы они занимались спортом как-то вели там спорт он все равно дисциплинирует тебя конечно конечно убирает с улицы там какие-то навыки дает определенные плюс там у коллектив там коллектив тренер во многом дает базу не только спортивную а вообще морально вот правильно молодежь росла я не скажу там за все аспекты да там там хороший плохой там злой там добрый да но именно спорт он все равно дает дисциплину как бы дает правильное понимание мужчины вот до мужчины который человек который будет ответственный за себя за семью и до всех окружающих людей если у нас будет такая молодежь на расти в челябинске так низки в россии это уже будет большой шаг я но я себя считаю патриотом нашей страны там ну не дай бог что-то произойдет я готов там пойти отдать свою жизнь готовы ли такие как маргенштейн такие люди готовы на это на такой шаг вот мне всегда такой вопрос интересовал знаешь там маргенштейн может быть он хотя он тоже имеет отношение к спорту потихонечку занимается по самоповедению он настраивает молодежь ну там знаешь как мужчина ну как бы мы разговариваем в своем коллективе да бойцовский коллектив он все равно такой немножко там знаешь чопорный да только так и никак по-другому да там лучшая женщина россии да ну для нас это неприемлемо вообще такое говорить не то чтобы оскорблением да 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 а у них как бы это нормально и понимаешь он как бы является каким-то нам ну все равно примером для молодежи там равняются слушают там да я считаю это неправильно но это какой-то хайп несмотря ни на что я считаю ну знаешь там многие там не знаю вот так вот я сейчас на вскидку там не лето да парень который показывает что он занимается спортом постоянно спортзале да там неплохие там песни относительно то есть он всем своим примером показывает что он не популярный тут и как бы в принципе держите о форме то есть но можно сочетать все качества мужские при этом он себе занимает только привлекая за ним следят там много людей я думаю если мы активно включимся особенно включится дядя резван поднимем спорт в челябинске наверстаем упущенное также хотелось поговорить январь у нас достаточно насыщен был событиями и все и на событиями в легком весе немножко так изменился расклад проигрывает конор макгрегор укрепляет свои позиции дастин париа соответственно майкл чендлер дебютирует победой над дэном хукером и не забываем о декабрьской победе чарльза оливера над тони фергюсоном вопросов много и кстати у себя в инстаграме мы провели на эту тему опрос вернется ли хабиб восстанет из пепла тони майкл пришел за своим чарльз оливена альвера или дастин парьер здесь ли еще джастин гэджи и тони фергюсон как вы думаете ну парьер точно вот мне кажется он сейчас ну так принципе они всегда эти бойцы как бы на подъеме да ну плюс минус там бывают какие-то спады но на сегодняшний день мое мнение что подъем сейчас заберет хабиб ну скорее всего вернется ну придет какой-то бой там да понятно что ему сейчас будут подыскивать а этот джордж сам первый с играми дал согласие искал данного набирая готов ну да сейчас многие люди за счет хабибах гонорар 100 миллион долларов за 100 миллион долларов сейчас мы все поедем с хабибом подеремся я точно да им нужен будет провести какой-то такой значимый бой значимо да и силы 30-0 это да я думаю да мы перешли тему именно расклада достаточно тоже интересный вопрос после этой 30-0 и победа о которой мечтал его отец принципе он об этом давно говорил при этом он ему говорил ну что можно и в 77 подраться об думан об хабиба видел все таки в этом весе тоже на завершение своей карьеры до крайне мере на последнем этапе и почему встает в тупик все-таки на противостоянии как не может состояться не с эмфером но все-таки мне кажется тут финансовый вопрос ну не столько скажем вес даже да ну хабиб он как бы было больше веса то есть он принципе гонял ну там всем известно что по 20-15 килограмм гонял то есть он такая большая весогонка и даже на какой-то период был несколько лет назад бой слетал из-за вот весогонки поэтому я думаю ну как нормально то есть весовая категория их может быть равна насколько интересен этот бой будет все просто не в инстаграме не там не вопрос зрителей да ну сам промоушен насколько им это интересно возможно это бы произошло на какой-то до крупной арене если ну да собрать побольше людей ну вот ну наверно все таки это бой если произойдет он должен в америке происходить это уже после снятия всех ограничений связанных с ковидом ну я так думаю мое мнение на 60 на 80 тысяч рублей да не но эти ребята соберут и говорим да соберут такая заново это же будет решать ну да да то есть возвращение хабиба как бы понятно я думаю что именно в легком весе он уже да слушай но давай возьмем жизненный вес у хабиба жизни нет я больше чем у сам пьера я я имею в виду не в этом 1090 91 92 а сам перед это 88 87 нет я имею виду ему не интересно будет именно в этом весе конкурировать то есть для него как он сказал нету ничего привлекательного с кем побиться но именно в этом весь вот гонки титурные в плане спортивно составляешь бой с ампером он уже уходит за рамки но это просто одиночный супер бою это они заработают оба причем хорошо заработают и как часто любят говорить хайпануть хайпануть самое главное что да я думаю что вопрос деньгах там уже не стоит как бы были состоятельными но любой их бой да он будет стоить нормальных денег вот именно привлечение аудитории внимание внимание до этой истории два таких крутых бойца сейчас мне кажется там в титульную гонку вырвались это майкл чендер чарльз оливера и дастин парье вот кто из них можешь стать чемпионом ну я оставлю на парье ну я тоже честно самый тяжелый бою хабиба он за последний бой это был ужасный на поле он его стойки потряс и чуть не задушил лейтенок функционально он хорошо бьет он хорошо борется тайминг хороший я думаю да да симпали с конором уже покончен или вернется гаджи конор знаешь его никогда нельзя списывать что-то конор на тот человек который сделал скажем так UFC ну по большому то есть он по большому этот человек вывел всех вот этих о ком мы разговаривали да он вывел их всех ну на значимую высоту чтобы про него не говорили там какой бы он не был да но это шоу и конор он один знаешь как тот на кого смотрит там да можно обсуждать там да он уже не тот он уже там не тот боец какой был раньше но все на него смотрят и он как бы скажем лидер осмотров на лидер посмотров и за него будут смотреть он еще заставляет людей в себя поверить мне кажется даже вот он после такого поражения нокаутом если он вернется он все равно будет фаворитом по букмекерам и скорее всего я думаю было бы очень логично свести джастином гэджи конор макгреггера вот такой тяжелый будет для конора потому что он джастин гэджи очень сильно бьет волкики он даже боюсь хабибом и много бил там буквально за 1 мне кажется конор не тот человек который будет обламываться но это да планету мощного готов к вызову вопрос но уже все-таки мотивации бизнесмен такой большой буквы в категории и все поэтому я думаю просто он боец вот сам боец он себя там по прошествии там кого-то время ты всегда хочешь вернуться после поражения сейчас последнего жаснем паре он сразу к ним подошел сказал мужик мы с тобой еще раз это сделал у нас 11 прям сразу в клетке подошел и могут еще раз это сделал но духу тяжело с вами бойцовский но она хорошо в этом были мне кажется смотрелся поначалу потом что-то вышел из под контроль и видимо волкики сказались еще очень яркое выступление было у мара нурмагомедова финишировал сергея морозова удушением точно также победил своем дебюте его старший брат хабиб 8 лет назад по моему день в день к малышу русал тогда придушил достаточно мне кажется яркий дебют хорошая заявочка и вопрос следующий умар вообще может ли повторить успехом успех брата и может он даже его превзойдет как вообще оцениваете этого бойца наш как бы рано наверно пока говорить одном то есть как бы да понятно там начало карьеры все это неплохо но думаю уже после определенного количества боев то есть показатель того как он их приведет и с кем еще после этого уже нужно будет сказать что но в любом случае это наш российский боец мы всегда будем болеть во всяком случае думаю начало многообещающие ну слушай но в этом весе у нас сейчас чемпион это пётр риан которому 28 лет я думаю не торопиться пока вам будет грамотно идти там подниматься у рейтингов придет время патриона ставит поясе у него будет шанс побороться за пояс на смотри ты умара тоже высоко оцениваешь ты решенный ногами хорошего я лично ловишь вода ну да универсальный он по универсальнее чем хобби потому что он стойки хорошо работает борется хорошо грэплинг хороший такой достаточно интересным парень и я скажу габаритный до 60 очень габаритно это сейчас тоже немаловажно хорошо думаю на этой теме мы завершим свой сегодняшний выпуск максиму конечно же пожелаем успехов в предстоящем поединке чтобы все прошло так скажем гладко ровно без травм обязательно самое главное чтоб не выбило и победы хотя опять же максим бьется с нашим земляком с денисом бельдановым которую тоже бы хотелось поддержать так что ждем я думаю красиво такого зрелищного поединка больше мы будем стараться погнулся в конце я стараюсь нажать нейтралитет давай 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 так аккурате с нами мне помилят имидов